Недоразумение. Она была поэтессой, поэтессой бальзаковских лет. О, просто повеса, кудрявый и пылкий блюмин. Повеса пришел к поэтессе. В полумраке дышали духи. На софе, как в торжественной мессе, поэтесса гнусил стихи. Ох, сумей огнедышащей лаской склыхнуть мою сонную страсть. Крузи бедер, залы подвязкой, ты не бойся устами припасть. Я свежа, как дыхание левкоя, о, с плетем же из томности тел. Продолжение было такое, что курчавый предмет покраснел. Покраснел, но оправился быстро и подумал. Была, здесь не думские речи министра, не слова здесь нужны, а дела. И с ней с твоей силой кентавра поэтессу повеса привлек. Но визглива вульгарная мура охладила кипящий поток. Простите, сказал он, вы сами, но в глазах ее холод и честь. Как вы смели к порядочной даме, как творник с объятьями лезть. Вот чинная мавра. И задом выходит испуганный гость. Передним рассеянным взглядом он долго искал свою прость. С лицом блея магнезии шел с лестницы пылкий брюнет. Не понял он новый поэт, поэтесс Барсаковских веков. Давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Года, как чемоданы, оставим на вокзале. Года пускай хранятся, а нам хранится поздно. Нам будет чуть печально, но бодро и морозно. Уже дозрела осень до синего налива. Дым, облако и птицы летят метропли. Ждут снег, листопады, недавно отшуршали. Огрому и простору во сенью полушару. И все, что было зыбко, растрепанно и розно, Мороз скрипел слюною, как ласточки на гнездах. И вот ноябрь на свете огромный, просветленный. И кажется, что город стоит незаселенный. Так много сверху нет садов и гнезд вороньих, Что и не замечаешь людей, как посторонних. О, как я поздно понял, зачем я существую, Зачем гоняет в сердце пожилом кровь живую, И что порой напрасно давал страстям улечься. И что нельзя беречься, и что нельзя беречься. Браво! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, я скрипки и альда. Моцарт в легком опьяненье шел домой, Было дивное волненье, день шальной, И глядел веселым оком на людей композитор. Моцарт, Вольга, Амаде, Крутни в облаке, листья липы, легкий звон, Тара-тара, теоретики, думал он, Да, компания, напитки, суета, Но зато дуэт для скрипки и альда. Пусть берут его искусство задарма, Сколько требуется чувства и ума. Композитор, Моцарт, Вольга, он гордаст, Сколько требуется, столько и отдаст. Ну и будь это, Мадея, дома в лед, И на целую неделю серый лед. Ни словечка, ни улыбки, ни мота, Но зато дуэт для скрипки и альда. Да, расплачиваться надо. Наберу за веселье и отраду наберу За вино и за ошибки, да чиста. Ну сто, дуэт для скрипки. Петербургский, нашими друзьями, уже не первый раз. Спасибо, Светлана. В прошлый раз наши студенты, так же, как сегодня, пришли в зал, Я думала, что они будут плохо себя вести. И Михаил читал, в общем-то, совершенно другие стихи. И, наверное, вот наш ректор делает все, что происходит в этот фестиваль, чтобы дети, которые приходят на такие встречи, именно несколько лет, вот именно молодежь такая вот, чтобы они уходили измененными после того, того, что они увидели. Когда вот проходит сам фестиваль, забываются все те проблемы, которые буквально вчера одаревали тебя, и ты говорила, что ты больше никогда ничего делать в жизни не будешь. Вот ради таких минут, ради таких встреч. С Еленой Андреевной с Сапоговой. У нас сегодня Тюз играл спектакль. Завтра у нас будет спектакль театра «Финист». Сегодня была встреча с Андреем Мироновым, с Андреем Котовым. С Еленой Андреевной сегодня потрясающая была встреча. В литературном музее сегодня все начиналось. Вот и такое сегодня завершение нашего первого дня на такой высокой ноте. С таким Михаил Павьем. Понимаете, жарко птица действительно летит. Никто ей крылья никогда не подрежет, потому что есть подвижники. Спасибо. Спасибо. Надежда Ивановна, не пройдите. Директор, браво, браво. Вот Надежда Ивановна, это человек, который является сподвижником, но ведь коллектив в литературном музее... Для Надежды Ивановны хоть одно стихотворение. Спасибо. А уже что-то давно. Да, уже что-то давно. До сих пор остается вопросом, как я узнал. Ну, чтобы так немножечко так разведеть, прочтем его стихотворение «Кокетки». И вы поверить мне смогли. Как простодушный окестр, В каком романе вы прочли, Что умер от любви по весу? Послушайте, вам 30 лет, Да 30 лет не по-другому. Нет, за 20, я знаю, Свет, Кружился долго в нем на воле. Уж, клятвы слезы мне смешны, Проказу утомить успели. Вам так же с вашей стороны Измены верно надоели, Остепенясь мы присмирели. Не кстати научиться вновь. Мы знаем, Вечная любовь Живет едва ли две недели. Сначала были мы друзья, Но скука, суча, Муша ревнивая, Безумца притворился я, И притворились мы стыдливыми. Мы поклеились, Потом, увы, Потом забыли клятву нашу, Кленом влюбили вы, А я не отверстник золотая. Мы разошлись. До этих упор, Все хорошо, куда пристойно, Могли бы мы жить без дальних ссор Опять и дружно, и спокойно. Нет, сегодня поутру Вы вдруг в трагическом жару Седую воскресили древность. Вы проповедуете вновь, Покойных рыцарей, Любовь, учтивый жад И грусть, и ревность. Поведуете? Нет. Право нет. Я не дитя, Хоть и поэт, Когда мы уклонимся к закату, Оставим прежний пыл страстей В их старшей дочери своей, И о своем уменьшем убрать. Им можно жизнью шутить, И слезы впредь себе готовить, А еще приставы любиться. А нам уже пора Зло словить. Я очень благодарен вам за экскурсию, Я так хотел узнать Вот именно про Паевов И писать себе пенсинское дебрение Так подробно. Вот я на ход ноги Все-таки Маяковского, На котором я остановил экскурсию. Хорошее отношение к лошадинке. Били копыт, пели бут, Гриб, грань, гроб, груб, Ветром опит, льдом обут, Улица скользила, Лошадь на круг грохнулась, И сразу за зевака и зевака Штаны, пришедшие Кузнецким кляшить. Сгрудились, смех зазвенел И зазвякал. Лошадь упала, упала лошадь! Смеялся Кузнецкий. Лишь один я голос свой Не вымешивал в вой ему. Подошел и вижу глаза лошадиные. Улица прокинулась, Течет по-своему. Ходошел и вижу за каплищей каплища. По морде катится, Прячется в шерсти. И какая-то Община. Звериная тоска Плеща вылилась из меня И расплылась в шерсть. Лошадь, не надо! Лошадь, что же вы думаете, Что вы их лошадь? Девочки, Сед немного лошадь. Каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая и не нуждалась в мяльке. Может быть, и мысль, и моя, казалось, пошла. Только лошадь рванулась, Встала на ноги, В ржанула И пошла, Хвостом помахивала. Рыжий ребенок Пришла веселой, Встала, стоила, И все ей казалось, Она же ребенок. И стоило жить, И работать стоило. Это просто невообразимый труд. Я в Петербурге сотрудничаю с литературным музеем. Музеи не там-то, не всем легко. А как тяжело в маленьких городах. Это просто в маленьких ходах. Это вот миски попросили. Спасибо большое. Я не понял, на дробное место. Благодаря таким выступлениям Наш литературный салон Становится намоленным местом, Где аура вот с каждым Стоитным выступлением Становится ярче, добрее. Огромное вам спасибо. Вам спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Еще раз спасибо, Михаил, спасибо, Светлана. Спасибо, потому что, вы понимаете, На самом деле ничего случайного не бывает. И вот сейчас, меня сейчас спрашивает Наш оператор телевидения, где я работаю, Говорит, откуда все эти люди? Я говорю, это вот Бог дает вот таких людей. Кого-то недавно я узнала, Кого-то уже давно, как Елена Андреева. Но вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что все, что происходит в этом мире, Оно не случайное. Те люди, которые сегодня собрались, Это вот, значит, это надо было сегодня. Завтра мы ждем вас в 12 часов на открытии. На стадионе «ТЭМ». Вход свободный, пожалуйста, приходите. Работает выставка народных промыслов. В 2 часа будет встреча в 5-м корпусе ПГУ. Там будут выступления. На улице будут народные гуляния. Приходите, дорогие друзья. Спасибо вам.